сегодня у нас в гостях сказочник дмитрий гайдук все его прекрасно знают но не все знают что дмитрий блять хуйню несу и зовут его вася матрос а вася матрос просыпается всегда с бодуна не важно бухал он вечером или нет все равно с утра он совсем больной и ему надо поправиться писать то ты начал когда вот именно растаманские сказки которые вот 95 год был 95 то есть про жопу про говно вот это вот не про говно это уже позже это уже двухтысячный не то 2002 но по сути дела основная аудитория это же являлись как бы не формалы различные как бы субкультурные у них же я эти тексты брал слушал что на тусовке рассказывали записывал фиксировал микшировал так получались растаманские народные сказки и ну как бы люди пришли то есть основная аудитория она как вообще пришла то есть получается интернета не было практически интернет уже был интернет уже был ну как вот девяносто седьмом как раз было фиду и фиду они попали через фиду распространились а до того конечно вот с девяносто пятого они были известны в узком кругу харьковских полтавских тусовщиков фиду вероятно у тебя была такая как бы своя фиду у меня ничего не было фиду у меня были друзья ну как говорят что дмитрий гадук получил массу популярность благодаря интернету да да интернетная эпоха также вот интернета никакой массовой популярности не никаких концертов ничего такого вот как раз девяносто седьмом году меня случился первый концерт в москве нет в харькове на фестивале культ модерна там в рамках этого фестиваля устроили какую-то конференцию для харьковских писателей собрались харьковские писатели молодые читали свои тексты было очень нудно вот после каждого нового писателя вот он уходил этот новый писатель если вместе уходила его туса за упустил ну вот значит организатор фестиваля подошел ко мне а я как раз тогда стоял за кулисами бухал с друзьями ну и курил понятное дело и сказал гадук давай же в обстановку я вышел на сцену и рассказал пару сказок без аккомпанемента без аккомпанемента про киндер сюрприз рассказывал кажется про войну вот что-то вот такое эффект был конечно шоковый ну тогда эти сказки то выглядели куда жестче чем сейчас и были совершенно нецензурные с огромным количеством матов ну то есть жесть жесткая вот представляешь да вот это харьковские писатели интеллектуалы элита но основные слушатели однако однако после моего выступления никто не ушел вот так книжечки которые с собой привезла тогда печатал такие брошюрки маленькие по две-три сказки прямо принтер и все раскупили но кто являлся основной аудитории если отнести какой-то субкультуре субкультур к тому времени уже существовали были хиппи и банки растаманское движение зарождалось вот всяко было разно но сказать что была какая-то основная аудитория непонятно на тот момент скажем на 98 год я могу сказать что основной аудитории были айтишники и сисадмины то бишь когда растаманские сказки попали в фидо они как раз по этой системе распространились то есть когда москву я приехал где-то в девяносто восьмом году в августе в москве меня уже в этих кругах все знали и вписывался первое время у алекса семеняки сисадмина интересно вот тот момент что получается есть как мы перечислили хиппи растаманы и панки ну как хиппи от панка отличить понятно как растамана отличить от хиппи или от банка что это за такая новая субкультура растаманы в то время ни о какой новой субкультуре речи не шло в то время просто все устали от старых слов хиппи и панки это надоело это уже было везде в газетах, в прессе, вот, а как-то себя надо было называть. И тут к нам в Полтаву добрались кассеты московской группы «Джа Дивижн», где было, в общем, про Растаманов и как бы, в общем, про нас, и с тех пор вся наша туса стала называть себя Растаманом. А что такое Растаманы, об этом я узнал на несколько лет позже уже, вот, когда почитал книгу Николая Сосновского о Растаманах, когда познакомился с московскими Друевыми Растаманами, которые на наших полтавских были совсем не похожи. Есть какие-нибудь видео, может быть, материалы? О-о-о, откуда? Ничего этого нет. Да откуда, даже фоток от того периода не осталось. Тогда же цифровой фотографии-то не было. Все это надо было проявлять, морочиться, а когда было морочиться, если траву курили постоянно. Пошла такая тенденция, что существует даже еще такое явление, как Растапанки. То есть, по сути дела, это, ну, это же знакомая... Это же знакомая тема, конечно, от которой РСК слушают. Изглопниками дерутся. Это дреды, опять же. Ну, естественно, это дреды, хотя есть среди них и балдеды, то бишь, лысые Растапанки. Таких я знал в Полтаве прям. У нас была такая мини-тусовочка вокруг клуба «Наутилус». Ну, там чуваки, короче, устроили себе качковый подвал. Назвали его «Наутилус». Все они были лысые. И при этом Растапаны, Растапаны такие, что джапа читали, айтл соблюдали. Офигенные люди. В Википедии, если посмотреть, как бы, то там про это ничего не написано. В русской не написано. В английском должно быть написано. У русской Википедии очень жесткие критерии энциклопедичности, которые понятны только группировки, захватившие контроль над русской Википедией. Я, например, по этим критериям туда совершенно не подхожу. То есть, чтобы впихнуть туда статью про меня, друзья бы, и применили очень много усилий. Доказали, что мой совокупный тираж разных книжек достаточен для того, чтобы признать меня значимым автором. Ну, а так, конечно, русская Википедия берет курс на то, чтобы как можно меньше фактов туда входило. Это да. Поэтому про Растапанков там ничего нет. А помнишь, как варили молоко в сквоте? О, я помню. Обожаю варить молоко в сквоте. Я помню. Я помню. Да. Да, я это помню. В Полтаве очень трудно всегда было отличить хиппи от панка. Потому что все тусовались вместе. В общем, все были одинаково нищие. Вот. Одинаково бухали, одинаково дули. Употребляли все подряд и матюкались через слово. То бишь, в Харькове, где раскладка была более точная, где хиппи от панков все же отличались. Так вот, в Харькове я катил за панком. Ну, а в Полтаве считался хиппи. Вот. Жил я с 92-го года на сквоту. Как и полагается натуральному панку. Вот. Сквот хорошо описан в первой растаманской сказке. Музей спящих хиппи. Стрехный филотипа бомжатника. Это он и есть. Вот. Действительно, половина дома была сгоревшая. Я еще в сказке не упомянул, что за стеной по соседству жил алканавт. Вот. Который периодически дикорал по ночам приводил к себе друзей алканавтов. Вот. Ну, а у нас, соответственно, была маленькая комнатушка. И плюс за дверью еще одна комната с частично разваленной стеной, с частично проваленным потолком, где, в принципе, никто не жил. Где-то через пару лет после нашего вселения мы эту дверь вскрыли, навели в той комнате порядок и стали туда вписывать разных людей. Ну, и сами туда периодически заходить. Там 30-летие мое праздновали как раз вот в этой вот побитой выселенной комнате. Ну, то есть, да, осваивали, развертывались. И вот, скажем, вот эта вот скатерка, наш обычный быт в те времена. Из Москвы это, конечно, смотрится несколько по-панковски, да. Ну, мы тогда об этом не задумывались, мы просто так жили, как нам бюджет позволял. За счет чего движутка подразумевалась? Какие-то группы, какие-то или просто внешняя попитка из... Нет, в Полтаве было довольно много своих групп, своих музыкантов в то время. Полтава всегда отличалась особым самосознанием. Все-таки, это родина примерно половины украинских классиков, Полтава либо Полтавская область. Ну, и она как бы всегда считалась восточно-украинской культурной столицей. В отличие от Харькова, который хоть и был первой украинской столицей в свое время, но все же русский город. Полтава – город украинский, город очень сильно укорененный в деревне, наполовину состоявший из тех же самых деревенских, но уже таких деревенских, которые осознали себя культурными городскими людьми и стараются ими быть. В середине 80-х вместе с перестройкой в понятие культура вошли еще и неформальные движения. Ну, и тогда-то в Полтаве началось и пошло-поехало. Хиппи, панки, анархисты, рокеры и металлисты, чего там только не было. А знаковых имен? Ну, вот сейчас группа Давьё, вот, и Мирослав Джонович Кувалдин, а не оттуда. А так больше не припомню никого, кто раскрутился полностью на Украину или, допустим, на Россию. Ну, поскольку в Полтаве народ всегда был самодостаточный, то бишь полтавская слава, вот, известность своей тусовки, в общем, всех радовало и ничего большего никто никогда не хотел. Это, допустим, Валера. Он программист. У него зарплата с тремя нулями, двумя цифрами. Дим, Украина. Так уж получилось, что Москва немножко была, вроде бы формально граница была, граница была формальная, но, тем не менее, московская и питерская тусовки, они жили достаточно независимо от украинской, даже по сравнению с советскими годами, да, когда там в Киев катались как на работу там все. Я вообще даже могу так сказать, что украинской тусовки как таковой никогда не было. Даже тогда? Ну, собственно, была Киевская, была Харьковская, была Полтавская, была Днепропетровская. А так вот сказать, что была украинская тусовка. Украина же большая. Это все равно, что сказать русская тусовка. Ну, знаешь, все-таки в Москве было какое-то разделение там тюменское, там питерское, московское, что-то по России. Украине такое точно было разделение. То бишь по регионам очень большая была разница. Я вот помню, знаешь, я в начале 90-х попал в пионерский лагерь под Евпаторией, да, это, кстати, уже не странно, это ровно то место, которое там начал потом проводиться Казантип, то есть это поселок Поповка, там был пионерский лагерь завода Динамо, и я там познакомился, ну, как познакомился, травму мы у них покупали, местные панки, вот, и ты знаешь, меня что поразило, это были какие-то такие, по сравнению с московскими, это были интеллектуалы, то есть это были люди, в которые были одеты ни одна грязная пятушка на одежде, это были люди, которые, они меня, я впервые услышал, мы прям, я о ком этой песне знаю с лицензионной кассеты гражданской обороны. Ты меня поразил, а что значит лицензионная кассета? Ну, для них это была фишка, это был фокус, и в конце концов, когда мы уже совсем там скорешились, так они говорят, ну, ты понимаешь, мы же должны все быть ногово выше от местных гопников, это Крым, да, вот это самое? Да, да, ну вот у нас, кроме Крыма, панк-движения бы очень славился Донецк, вот, в Донецке были лютые панки, а хиппи не было почти, вот, в Донецке панк-поэт когда-то заезжал ко мне периодически, вот, он оставил меня достигнуть и характерную запись, что я поэт, не потому, что пишу стихи, а потому, что все поэты много пьют. Он любил эти свечи там долго, даже по нашим полтавским меркам, у нас, в общем, тоже выпить-то любили, грустно, поэт, всех уберил, вот, еще он рассказывал про тамошнее панк-движение, рассказывал про легендарного доецкого панка «Зеленый», в каждом городе есть свой «Зеленый», «Зеленый», который очень любил сайт с переходного моста на проходящие электрички, я даже попал на контакт до провода, да выжил. Ты? Нет, «Зеленый», ярко, что упасти в год. Дальше как у тебя пошло-то все по нарастающим, как ты стал интернациональной звездой? Да, честно, сам не знаю, не знаю, удивляюсь до сих пор. Интернет? Интернет, конечно, интернет, у меня компьютер с 93-го года, ну вот, интернета не было, потому что тупо не было телефона, вот, я даже в Фидо не ходил, потому что МД мне на что было купить. Да, ну да, все же привязывался. Вот, но тем не менее, однажды ко мне зашел человек по имени Славыч, посмотрел мои сказки и сказал, чувак, давай я в Фидо закину. Да, я ему дал дискет, и на другой день сказки уже были. Вот так вот все произошло. А как тогда это начиналось-то, они были в текстовом виде еще, да? Конечно. Растаманские сказки тогда еще мыслились как текстовый. То есть понемножку по эхам все это разошлось, появился бренд такой Дмитрий Гайдук, а озвучки когда начались? Озвучки начались в 99-м году. Кто первый был? Кто вообще тебя посадил за микрофон? Да, первый был Дима Пронин, звукоператор из студии… Идея-то в чем вообще была, типа, давай ты сам расскажешь это, да? Идея была такая, нас познакомила одна моя подруга, у Димы Пронина тогда завелась передовая по тем временам техника, какой-то макинтош. И он этот макинтош осваивал, потому что переезжать с Эвенды на Мак – это целая проблема. Он осваивал, он исследовал ему возможности, ему нужен был экспериментальный материал. А тут ему Джа подогнал меня. Он сказал, офигенный материал, если его положить на музыку, вообще будет то, что надо. Я подумал, да, действительно, если это все еще положить на музыку, будет очень диплуха. Ну, а примерно через месяц после этого ко мне заехал диджей Кайло, тогда еще со мной не знакомый, и привез кассету, которую в него записали его друзья. Он как-то кислоты нажрался, начал гнать. Вот, гнал очень складно, вот, видимо, откуда-то смерть послания получил, да и записал целую историю, с которой потом получилась сказка про неспалимый крапаль, или про банкир, как ее называют люди. И понеслось, поехал по храму. Ну, вот, диджей Кайло услышал о том, что у меня есть студия, звукооператор, который готов со мной сотрудничать, очень обрадовался и сказал, что мы, в общем, можем сделать примерно как модель для сборки. Что такое модель для сборки, я тогда не знал. В тот же день послушал и подумал, да, мы реально можем сделать как модель для сборки. И так вот и получилось, чтобы все трое встретились и записали шесть сказок, которые в эпоху МП-3, собственно, сделали. Которая началась буквально через несколько лет уже. Вот так вот и произошло, да. Слушай, ну, еще такую тему надо понять. Как бы Украина, это по сравнению, да, с Москвой, с Россией, это юг хороший такой, еще что-то. Да, там сейчас бабье лет. Все, что растет, все можно есть. Или, например, высушить. Скажи, пожалуйста, ну, то, что сушит и как-то употребляет. А вот, например, опять же, я как человек северный, московский и в чем-то там еще северный, да, иногда у нас под осень такие странные штуки, как грибы растут. И грибы, ты знаешь, это не только в пищу, там, с картошечкой употребляют. Я знаю, конечно. А некоторые, черт его знает, съедят грибы и… Филосипов. И беседуют. Да, да. Расскажи, пожалуйста. В моей памяти не находил никто. Я вообще сомневаюсь, что в Украине они растут. Нету их вообще во всей черноземной полосе. За исключением почему-то Воронежа. В Воронеже мне люди рассказывали, что их находили и ели. Но пробовать не доводилось. Ну, странно, кстати, да. Ну, откуда это все? Ну, пошло-то это все… Грибы капризны. …с известного американского писателя, который в Мексику заехал удачно-неудачно. В Мексике другие грибы. Другие, другие, да? Там природа… Другой был я мексиканский. Угу. Ты знаешь, разница очень большая. От мексиканских я, в общем, умер. Угу. Мое тело насекомое съели. А от московских никогда ничего такого не было. Ха-ха-ха-ха. Ну, ладно. Хотя может быть разница в дозе. Ну, ну, сейчас-то все растят. Собственно, а вот те самые мексиканские, про которые я говорю, я как раз в Украине поел. Ну, да были они местного тамошнего производства, насколько я понимаю. То есть люди там где-то по огородикам… Нет, не по огородикам. Ну, нет. По шкафам, да. По шкафам, да. Угу. Ну, тоже надо так это делать. Я не знаю. Я ничего не знаю. Я не знаю. Товарищ майор, пожалуйста, если вы смотрите эту передачу, я не знаю, как это делать. Ладно, это так. Шутки шутками. Псилцибинов все это… Насчитали все эти кастанеды и плюнули на него. Дурак, потому что, наверное… Скажи, пожалуйста, грибы – это же просто вообще уникальный такой природный продукт, да, который… ну, по сути, живые растения, которые как животные, да, растут. Скажи, кушать-то их в плане в картошечку, еще чего-то? Да нормально кушать. Вот у нас сезона два было, когда мы питались в основном грибами. То есть… Ну, чисто потому, что они были бесплатно в лесу, пойти и набери. Вот. А с едой-то с деньгами туговато было. Вот тогда я научился в грибах разбираться очень неплохо. У меня было два таких атласа, один русский, другой немецкий. Ну, я научился определять такие грибы, которые местные грибники не брали, потому что считали ядовитыми. И фактически с каждой вески время с грибами возвращалось. Вот у нас в Полтаве зонтики почему-то никто не брал. Ну, вообще… Зонтик, да. Представляешь, зонтик его еще индюком называли. Харая сушь. Ну, считали глухогороды. А что зонтики у нас? Однажды, идя по лесу, я обнаружил вот такую кучу польских грибов. И что-то выбросил. Ну, они ж когда их слезаешь, они до слизи синеют. Ну, и кто-то подумал, что они ядовитые. Кто-то радости было. А что вот вы можете рассказать о грибах средней полосы России? Ну, аймалы отличаются от украинцев. А 50 несколько отличаются, да. Здесь, конечно, очень богато по грибам. Очень богато. У нас, например, во дворе шампиньоны растут. Вот в Украине их бы почти сожрали больше. Ну, да. А в Москве люди ходят, внимание не обращают. Хотя шампиньоны вот такие, вот просто добрать в сковородку легко. И как только он себя без бороды увидел, тут же понял, что на самом деле он не Вася матрос. И не Валера программист. И не Катя студентка. И не Соня буфетчица даже. А на самом деле он Сережа Растаман, который 15 минут назад добил свою пяточку, выдохнул, прокашлялся и о жизни задумался. Такая приятная в теле гибкость образовалась. То вроде я, а то вроде не я. А в принципе и ничего не поменялось. Как было, так и осталось. А вообще, что поменялось-то вообще? С 90-х вот по 2016-й. До 20 лет как бы ничего не поменялось. До фига еще поменялось. В 90-е, например, нигде Wi-Fi не было. А сейчас в 10-е. Это очень большая переменная, важная щита. Wi-Fi – это будущее. Ладно, за тех, кто в море пиздит сети, я думаю, на этом и окончено. Окей. Все, мы… Все. 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 Все.